друзья всем привет сегодня видео про перепланировку квартиры для семьи из трех человек поэтому кому тема перепланировки и расстановки мебели интересна и актуальна то смотрите дальше видео поехали итак перед нами квартира с двумя спальнями и одним большим общим пространством но как большим условно большим это жилой комплекс по моему финский берег если я не ошибаюсь ко мне обратились люди с тем чтобы я им помог сделать перепланировку вот этой вот квартиры почему они обратились ну потому что получили ключи пришли в квартиру и поняли что они не знают как расставлять мебель они не знают как организовать пространство чтобы было удобно и комфортно а как удобно и комфортно в их понимании но это молодая семья у них есть ребенок поэтому конечно им нужна мастер спальня что такое мастер спальня это когда есть кровать в комнате когда есть гардеробная когда есть свой отдельный санузел и душевая понимаете да для каких так сказать цели и нужд это очень удобно но если хотите это такой гостиничный принцип когда в каждом номере есть своя ванна но согласитесь если бы вы эту ванну делили с соседями то было бы как-то не очень комфортно но вот в семье примерно так же происходит так вот а здесь в данной планировке этого нет какой еще у них запрос конечно отдельная комната для ребенка чтобы он мог сам себя комфортно чувствовать гостей туда своих приглашать друзей и так далее конечно у него должна быть своя ванна ванна у гостей если они вдруг придут и должна быть одна большая общая комната где удобно и комфортно находиться всей семье а плюс еще нужно хранить большое количество вещей это верхняя одежда это просто вот одежда это какие-то не знаю чемоданы может быть лыжи там не знаю постельное белье но согласитесь у каждого дома много вещей и как только вы сталкиваетесь с вопросом перепланировки которая казалась вам раньше в общем легкой и понятной ну как бы отчет чего не расставить а сейчас расставлю вдруг ход и вы понимаете что вы не знаете что делать и как расставлять вот поэтому ко мне обращаются за консультациями чтобы я сделал эскиз планировки и потом мы его обсуждали кстати обращайтесь тоже эта услуга недорогая оказываю абсолютно всем в любой точке россии и мира поэтому велкам обращайтесь но я продолжаю и рассказываю конкретно про эту квартиру и так что у нас есть одно большое общее пространство такой г-образной формы у нас есть место куда мы привязываем кухонный гарнитур более мы никуда не можем потому что здесь посередине идет шахта и стояки водоснабжения рядом с ней ванная она одна на всю квартиру и она привязана тоже к этой шахте но с другой стороны в ванную мы никак расширить не можем потому что вправо вот в эту сторону если мы начнем расширять то мы не можем там уже жилое пространство кухонная зона и нельзя этого делать да и потом здесь идут шахты далее наверх мы не можем потому что там тоже жилое помещение вот сюда вниз за счет жилых комнат мы тоже не можем но во первых они маленькие а во вторых здесь идет несущая стена то есть туда мы тоже расшириться не можем ну и вот сюда влево мы тоже не можем потому что здесь предполагается поставить шкаф прихожая и тогда от коридора уже ничего не останется вот в таких условиях пришлось работать далее у нас две комнаты 1 получается вообще через гостиную вход 2 через коридор ну и самое неудобное это то что прихожая остается прямо на проходе и вся вот эта грязевая зона ну будет оставаться всегда собственно говоря я очень долго думал ломал голову как здесь организовать пространство были различные идеи там перенести кухню гостиную поменять местами спальню гостиную ну и так далее в итоге я пришел вот к такому варианту к на мой взгляд единственно правильному потому что если учесть все пожелания домочадцев этой семьи то по-другому сделать ты невозможно но во первых давайте начнем с я я начну здесь даже вот с личного пространства родителей то есть мне удалось сделать мастер спальню понятно что она не такого большого размера как многим хотелось бы но здесь есть кровать здесь есть шкаф большой достаточно он спальне это не отдельная гардеробная но он есть шкаф есть и хранение есть но при этом появилась своя душевая то есть обратите внимание вот здесь своя душевая есть унитаз раковина она тоже небольшая но она своя и родители могут уединиться в те моменты когда им хочется этого сделать согласитесь это очень важно особенно для молодой семьи у нас осталась небольшая прихожая очень маленькая в которой поместилось буквально микроконсоль но хотя бы ключи бросить и может быть одну сумку знать там поставить но как я выкрутился из ситуации я добавил гардеробную комнату за счет гостевой комнаты и я считаю что пусть лучше гостевая комната ну или какая-то другая будет чуть чуть поменьше но зато у нас появится пространство под хранение вещей понимаете если этого не сделать то эти вещи будут все равно в общей комнате находиться в шкафу и вот у вас вот этот вот здоровая вот это вот фигня вот это вот грабина будет стоять в гостиной и ощущение будет такой некой сдавленности то есть он будет все время визуально давить потому что это очень большой объем так вот я здесь добавил гардероб два шкафа один глубокий под плечики другой не глубокий куда можно обувь составлять можно шапки шарфики перчатки класть те вещи которые не требуют какой-то глубины вот между ними совсем не большой проход допустим 90 сантиметров его можно оставить здесь есть пуф внутри то есть прям внутри гардеробной можно сесть одеть обувь потом одеться посмотреться в зеркало и пойти уже на выход до остается прихожая проходной но что поделать здесь другой вариант нереален то есть так спроектирован дом что по-другому уже нельзя я думаю что здесь вы со мной согласитесь что очень часто застройщики делают ну просто непонятные планировки которые кроме недоумения не могут вызывать ничего вот поэтому мы и нужны дизайнеры архитекторы которые хоть как-то спасают ситуацию значит наша маленькая прихожая обратите внимание один угол я скруглил это я сделал специально чтобы ну как говорится чтобы мы не запинали за этот угол до чтобы мы его плавно огибали это с одной стороны а с другой стороны вот это вот стена да то есть вот закругленная она же не имеет границы то есть а потому что угла нет угол это граница я ее убрал закруглил то есть это стирание границы а значит визуально мы увеличиваем стену а значит пространство то есть это тоже еще один прием еще одна фишка которую вы можете взять на вооружение ну что у нас идем дальше у нас есть еще ванная комната которая в себе вместила раковину душевую унитаз и зону для постирочной обратите внимание что унитаз и душевая они как бы объединяются этот прием я посмотрел подсмотрел когда-то когда путешествовал по европе вы знаете ли у них тоже большая проблема с пространством особенно в центрах в исторических и поэтому они изгаляются как могут и вот я увидел что оказывается можно в душевой поддон еще разместить унитаз и вы знаете я пользовался этим и в принципе оказалось вполне себе удобно конечно если можно этого избежать лучше избежать но когда место мало то это отличный прием знаете но как бы унитазу все равно что на него попадает вода крышка закрыта она пластмассовая унитаз керамический ну какая разница ну попала вода ну и что ничего страшного крышку открыли там вот этот ну извините стульчак он всегда сухой потому что под крышкой поэтому никаких проблем с учетом того что поддон в душевой можно сделать и нужно делать с теплым полом то вода во-первых сливается а во-вторых те капли которые остались они очень быстро испаряются так что совершенно спокойно туда можно ходить так сказать по прямому назначению вот одну раковина понятное дело остается стиральная машина остается поэтому все нормально и удобно значит в общей комнате что у нас есть есть кухня есть стол и есть диван кресла нет потому что она просто не влазит поэтому можно один из стульев например сделать побольше в виде такого кресла и использовать его но в моменты когда гости пришли хочется пообщаться вот подставлять например сюда то есть вот такое решение стол круглый это чтобы не было углов и и круглый стол он знаете экономит пространство с одной стороны с другой стороны за круглым столом приятнее сидеть как это ни странно диван диван вот такой вот интересной формы он не прямой я это сделал намеренно то есть одна часть у дивана выдвинута но при этом он на ножках предполагается что воздух ходит под ним и он смотрится достаточно легко то есть он не выглядит таким большим бегемотиком ну и потом пожелание было вот несмотря ни на что угловой диван ну вот таким образом выкрутился я из ситуации телевизор стоит сбоку вот обратите внимание потому что ни в какое другое место его поставить невозможно поэтому мы сидим на диване и либо боком мы поворачиваемся и смотрим телевизор либо мы садимся вот к этой спинке прямо там ножки вытягиваем и смотрим телевизор либо кресло разворачиваем про которое я ранее сказал и тоже с него смотрим телевизор далее кухня здесь она разделилась на две части есть одна с высокими шкафами это холодильник и колонна с духовкой с микроволновкой если вдруг надо вот и вторая часть это раковина и варочная поверхность здесь она двойная потому что ну для четверной уже просто место это и вообще кухня не очень большая на самом деле поэтому здесь нужно очень тщательно продумать и хранение и как мы здесь готовить будем ну то есть вот продукты выложили дальше переложили порезали дальше в кастрюльку сварили и дальше отсюда уже на стол переместили возможно иногда придется этот стол подставлять поближе и его использовать тоже как стол для приготовления пищи ну просто потому что здесь куда-то больше кухонных гарнитур ставить невозможно просто нет такой возможности вот далее у нас остается детская комната в которую мы попадаем также через кухню здесь у нас есть кровать которую я предложил заказчикам и они согласились с этим то есть приподнять где-то на уровне там примерно метр сорок а под кроватью шкаф то есть под кроватью которая приподнята полностью сделан шкаф это сделано для того чтобы сэкономить пространство и вот здесь мы получаем это свободное пространство ну есть хоть где поиграть есть где игрушки разбросать есть где с друзьями посидеть это очень важно хоть сколько-то полезного пространства получить но конечно же при этом есть стол для того чтобы там заниматься из пластилина лепить уроки делать ну и так далее и есть стеллаж вот в этом месте то есть где мы можем хранить книги учебники и тетрадки и журналы игры какие-то настольные но опять таки же какие-то еще нужные полезные вещи вот друзья вот таким образом я умудрился в этой маленькой странной планировки разместить семью из трех человек и на мой взгляд сделать это достаточно оригинально и комфортно пишите в комментариях что думаете по этому поводу задавайте вопросы если у вас есть планировка есть желание чтобы я ее разобрал пишите мне в комментариях или пишите в инстаграм всем постараюсь ответить но на этом все ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик да пребудет с вами муза а